Всем привет! Меня зовут Георг. Добро пожаловать на мой канал. Если вы любите сиять и иногда выглядеть абсолютно не бледно, тогда вы в правильном месте. В этом ролике я расскажу и покажу новинки от Шик Бьюти. Гениально! В первую очередь я хочу похвалить спонжи для макияжа, потому что вот так вот выглядит яичко. И оно очень-очень мягкое, распределяет тональное средство. Оно работает практически как оригинальный бьюти-блендер. И что самое крутое, продукт находится вот в такой герметичной упаковочке. Это два спонжа для зоны вокруг глаз. И как вы видите, здесь у нас находится герметичная зипка. Ее можно приоткрыть, а не рвать. И каждый раз можно поставить высохший спонжик вот сюда и тащить с собой. По-моему, это гениально. Это лучшее, что можно было придумать с бьюти-блендерами и вообще с любыми спонжами для макияжа, потому что каждый раз, когда ты их используешь, ты потом такой, типа, она такая грязная, ты ждёшь, когда она высохнет. Я всегда выкидываю пластиковые упаковки от оригинального бьюти-блендера, а здесь все такое герметичное, классное, и ты такой, типа, привет. Данные два спонжа мне тоже очень понравились, как и большой спонжик для лица. И в итоге от восторга я раздарил его всем своим клиентам и подругам. У меня остался один большой спонжик для лица и, по-моему, парочка для зоны округлаз. Нет, я вам вру, всего три для зоны округлаз. Но таким образом я тестировал этот продукт, собирал мнения разных людей. Хотя в самом начале Наталья Шик отправила мне, по-моему, больше 10 таких малышей и больше 10 больших яичек для всего лица, за что огромное спасибо. А сейчас мы с вами протестируем карандаши помады и классические карандаши для губ. И посмотрим, что-то как. В первую очередь я хочу попробовать карандаш для губ. Данный карандаш является помадой на самом деле и находится вот в таком интересном ключе. Он выглядит полуглянцево по финишу. И сейчас я сделаю первый свотч себе на губке. Ставлю полулежа, чтобы полностью распределить продукт на губы. Очень приятный кремовый карандаш. И добавлю то же самое на верхнюю губу. Так выглядит оттеночек Como Vibes. Без четкого контура, нанесенный очень легко. И сейчас я добавлю чуть больше графичности моим губам. За счет того, что помада находится в форме карандаша, очень удобно выводить контур. Я представляю свое лицо, насколько оно тупо выглядит. Прикрой с палеткой. Добавляю еще больше графичности в верхней губе. Работаю только носиком карандаша. На самом деле, выводить себе четкий контур на камеру достаточно сложно. Потому что у меня в руках очень тяжелая палетка Jeffree Star. И мне кажется, моя левая рука уже подкачалась. Ненавижу делать четкий контур себе на губах. Психологически на мне сейчас это смотрится достаточно вульгарно. Я добавлю немножечко хайлайтера над губой. И вернусь к вам. Я сейчас удалил помаду в губ. И собираюсь сделать свотч другой. Но по поводу этого оттеночка Como Vibes, наверное. Я могу сказать, что он очень комфортный, красивый. И, конечно же, он не фиксируется. Я думаю, вы заметили это по видеоряду. Это полуматовая кремовая помадка с полуглянцевым финишем. Честно говоря, мне очень напоминает помады-карандаши от Bobby Brown. И это в хорошем смысле. Также я бы заметил... Я бы заметил небольшую отдушку, которая может не понравиться многим. Потому что она какая-то с ощущением ментола. Но буду читать отзывы, буду читать рекомендации. Мне кажется, этот ментол для того, чтобы как-то разгладить, увеличить губки. Чаще всего, мне кажется, такую штуку пихают, чтобы было ощущение волюмчика. А теперь я попробую другой оттеночек. Все кандаши для губ находятся вот в такой упаковочке. Здесь можно увидеть цвет. Выглядит очень просто, но при этом достаточно стильно. Мне нравится такая упаковка. Знаете, очень такой валютный, розоватый цвет. Очень красивый цвет, который может понравиться как моей сестре, так и моей маме. Ну что, давайте скорее попробуем сделать свотч. Я сейчас сниму остатки бальзама с губ. Погнали, с Богом. На самом деле, я бы сказала, что на губах он даже больше похож на мой, естественно, оттеночек губ, только чуть-чуть ярче. А теперь я застопорю видео и, наконец-то, нормально докрашу свой рот. К сожалению, мне не удалось выровнять достаточно ровно. Также в коллекции есть карандаши для губ, которые повторяют практически все цвета оттеночек Милана и Монза. Они повторяют цвета карандашей помад и имеют более матовую текстуру, более суховатую. В качестве контура они отлично подойдут. Карандаш помады в оттенке Милана отлично подойдет помаде в карандаше. Видите, да, что он заполняет. И это более сияющая текстура, более кремообразная. И отдушка у этого продукта такая же ментоловая. Классические карандаши для глаз для того, чтобы создать форму макияжа глаз, подчеркнуть века и потом это все зафиксировать тенями. Черный, холодный, коричневый. Ну что, классические карандаши для губ я тестировать не буду. По карандашам помадам и так понятно, что они идеально в дуэте подходят. В целом мне не понравилась отдушка, но, наверное, это типа из-за того, что какой-то волюмчик, увеличение губ. И вот это вот все для того, чтобы придать губам больше объем. Кстати, это... у меня что-то же есть на губах. Видимо, мне настолько понравился этот оттеночек последний, что мне кажется, что у меня не накрашены губы, хотя на них есть помада и, собственно, это был помадый карандаш. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам хорошего дня и сияйте. С вами был Геварк. Пока-пока. Всем привет! И у меня сегодня в гостях одна из моих подписчиков Аня Агаян. Будем назвать ее просто Агаян или Милка Арменка. НЕКСТ! КУ НЕКСТ! КУ НЕКСТ!